МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Супрацовництво со СМИ Гомельская областная нотариальная палата провела круглый стол с уделом журналистов. А зараз об этом и иншим больше подробязным. Беларуси и Индии необходимо больше расшучить и активно развивать экономические отношения. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со спикером Нижней палаты парламента Индии Сумитры Махаджан, передает Белта. Уличываючи наше одинство меркованню по международной повестке дня, взаимовыгодную поддержку в международных организациях, перш за все УАН, нам необходимо рухаться больше расшучно и активно в развитии экономических отношений, в сфере инвестиций и т.д., сказал Александр Лукашенко. Керевник державы отзначил, что на полях саммиту Шанхайской организации супрацовництва, який недавно пройшел в Китае, он обмерковывал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди развитие двухбаковых отношений. Баки наметили перспективные на прамке супрацовництва. Мы вельми шмат и долго размовляли про беларуско-индийские отношения, дадал президент. Учитывая наше единство мнений по международной повестке дня, учитывая нашу обоюдовыгодную поддержку Индии и Беларуси, Беларуси и Индии, международных организациях, прежде всего ООН, нам следует двигаться более решительно и активно в развитии экономических отношений, в сфере инвестиций и так далее. У нас есть все возможности для того, чтобы перейти от простой, обычной торговли, это тоже, конечно, надо, к совместному инвестированию, созданию совместных предприятий, как в Индии, так и на территории Беларуси. По образцу сотрудничества с Китайской Народной Республикой, когда-то я предложил Индии создать соответствующий индустриальный парк, белорусско-индийский парк. Если хотите, индийский парк в Беларуси для производства высокотехнологичной индийской продукции, ну, к примеру, лекарственных препаратов и так далее, а также использовать транспортно-логистические возможности Беларуси для торговли индийскими товарами в Европе и в целом в Восточной Европе, в регионе Еврозес. Предложение остается в силе. Я знаю, что и ваша сторона положительно воспринимает подобное предложение, и хотелось бы, чтобы мы более оперативно переходили на рельс строительства этого парка в Беларуси. Спасибо за приглашение. Я очень рада побывать в вашей стране. Я у вас первый раз. Отношения наших стран основаны на дружбе, сложившейся исторически, и та поддержка, которую мы оказываем друг другу на международной арене – это символ нашей дружбы. Я также понимаю, что одной дружбой сыт не будешь. Надо развивать торговые отношения, дабы это было взаимовыгодно. Это то, что мы говорим о том, что мы говорим о том. Сегодня Беларусь накировала гуманитарную допомогу же Харам Украины. Отримать ее повинны в Тымлику и в Донецкой, и Луганской областях. От Гомеля до державной границы конвой сопроводжал Олег Сентюров. Гомельский филиал Университета гражданской обороны, Министерство по незвучайных ситуациях в Беларуси. 12 червня, 7 година ранится. Гуманитарный конвой рыхтуется отправиться в Украину. У Гомель машины прибыли на передаче. Тут предупрежденный отпочинок. У Вогули, у дороги водителям, находится еще несколько суток. Груз шмат метовый, его необходимо доставить по некоторых адресах. Четыре великогрузные автомобили с надписям «Гуманитарная допомога». Это уже другие конвой, которые Беларусь накировывает в Украину. Причем на этот раз везутся не только продукты харчевания, а и обсталевания для средних школ. К реху меньше, как раз годину, машины прибывают на погранпереход Новая Гута. Далее уже украинская территория. В Пакуль оформляются документы на выезд. Назвычайный полномочный посол Беларуси во Украине Игр Сокол рассказывает, что конкретно передает беларуский бок. Для двух с половой тысяч комплектов продуктов харчевания во Украине их размеркует через червоный крыш. А про этого две машины самостоинно накируются в Донецкую и Луганскую области. Комплектация машин одинаковая и в Донецк, и в Луганск. По 75 комплектов парт с двумя стулями для младшего школьного возраста. По 150 комплектов парт и два стула для старшего школьного возраста. По 75 шкафов для школьных принадлежностей и учебников. И по 44 холодильника «Атлант» для школьных учреждений и для медицинских учреждений. После того, как спецтавару был узгоднен ободума боками, непосредственно комплектацией конвою займался Министерство по незвычайных ситуациях. А причем его задача – доставка до местопризначения непосредного Украину, где другой беларуский конвой, первый был доставлен ровно год тому. Хоть в уголе у беларуских вартовальников в этой справе достатково значный опыт. Министерство по незвычайным ситуациям уже более 60 раз оказывало гуманитарную помощь и, в принципе, выполняло поручения как главы государства, так и правительства по выполнению вот этих задач, связанных с проведением списательных операций и оказанием гуманитарной помощи другим странам. Разрешение об доставке гуманитарных грузов у Донецка и Руганской области было принято в минулом году, подчас встречи президентов Беларуси и Украины. У речи в этих регионах шмат этничных беларусов, яким необходима допомога, у Краматорск и Северодонецк конвой прибудил уже на этом три дня. У нас почти что каждые две недели происходит встреча в Минской Европе. Я скажу, что ситуация остается непростой, скажем так. И, в связи с этим, люди, которые проживают в зоне и нуждаются, очевидно, в помощи. Собственно, это будет то, что происходит сегодня. Это и есть тот реальный вклад в стабилизацию ситуации, в данном случае, с помощью беларусской стороны. Олег Синтеров, Йорген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Сельгаз-организации Гомельской области повеличили нарихтовку травяных кормов «Амаль» у два раза в поравнании с минулым годом. Для агрария у задания по нарихтовке кормов вызначено у объеме больше, как полтора миллиона тонн кормовых одинок. Зараз, господарками Гомельской области нарихтовано больше за 110 тысяч тонн кормовых одинок, альбо приблизно 8% от плана. У минулого года до этого часа было нарихтовано практически вдвое меньше – 56 тысяч. Сегодня Украина стартовала централизованное тестирование. Выпробования по 11 предметах пройдут с 12 червеня по 2 липеня. Традиционно открыл кампанию экзамен по белорусской мове. На отдел УИМ зарегистрировалось «Амаль» 3400 абитуриентов Гомельщины. За ходом первого дня централизованного тестирования сочили наши корреспонденты. Гомельский государственный университет имя Франциска Скарины стал одним из пяти пунктов тестирования в областном центре. Тут у девять ранее уже немало юнаков и девочек. В руках они тримают обовязковый набор абитуриента – пропуск, пашпорт и ручку с черным стрижнем. До пашалку тестирования еще две ходины. По всей Украине старт у 11.00. Я из Реческого района улицы приехала сдавать централизованное тестирование по белорусскому языку. Я очень люблю, во-первых, спорты и хочу свою жизнь связать именно с этой деятельностью. Я буду спокойно сидеть и думать, что моя дождь должна сдать, облагается, тесты. Так что мы особо не волнуемся. У сего у Гомельской области на централизованное тестирование зарегистрировалось «Амаль» 12 тысяч абитуриентов. Сегодня четверть из них проверяют сведения белорусской мовы. Сертификаты я не отримают «Амальпраз» месяц, 10 липеня. Треба знать, что селета возросли пороги централизованного тестирования для поступления. Так для математики, физики, химии и биологии, як профильных предметов, необходимый минимум будет равняться 20 баллам. По гуманитарных дисциплинах – 25 баллам. Мы приехали из Лоева, да, мы волнуемся, конечно же, ну, как бы решается дальнейшая жизнь. Будем стоять, волноваться, держать крестиком пальчики. Для абитуриентов, які были зарегистрованы, але не приняли удел у централизованном тестировании по уважливой причине у основной день, установлены резервовые даты – 6, 8 и 10 липеня. А поколь праздень – 14 червеня – централизованное тестирование по русской мове. Прадмет за предметом будут изменяться и далее, и каждые 2 дни до 2 липеня. Варта, значит, амальпалова абитуриента Украины зарегистровалась для проходжения централизованного тестирования по четырех предметах. Евгений Кухаронак, Валера Гапанько, телерадо и компания «Гомель». У Беларуси сегодня начался прием заяв на поступление детей у первой классы школ и гимназий. До 28-го жюня в установах адукации будут працевать приемные комиссии. Каб стать в учням гимназии, зараз важно, каб дом, у яким зарегистрованный будучи першоклассник, территориально относился минавито до этой установы. У таких детей – приоритет. Остатние, жадаючие, залишваются при наявности свободных местцев. Наприклад, у 10-й гимназии «Гомеля» ажиэтажу у перший приемный день нема. Законных представников поделили на две плыни. Тех, чие дети, зарегистрованные на территории, замацаванные за гимназией, примают на першем поверсе, а остатних – особисты, директор установы у своем кабинете. Для этого специально организовали приемный день. У гимназии подтверждают выконание усих нового ведения. Примают у першую чергу по прописце, а остатних – по дате подачи заяв. Далее, по выниках проверки, сюда относятся к рыху больше за полсотню першоклассников. А у сего плануют спринять каля 80 хлопчиков и девочинок. «Ежегодно, два раза в год мы проводим обход, так называемый в народе всеобуч, регистрируем детей, которые находятся на территории нашего микрорайона, то есть собираем о них сведения. И у нас есть список, в который входит около 56 учащихся, зарегистрированных на территории нашего микрорайона, которым на 1 сентября этого года исполняется 6 лет, и которые могут посещать уже наше учебное заведение. Мы планируем три класса, ориентировочно по 27 человек». Коли дитя зарегистровано на замацаванной до гимназии территории, яго заличать у 1 класс навод при подаче заявы 28-го жнюня. У Апошню махчимы для этого день. Сегодня День России – это одно из самых молодых державных свят Украины. Миновата 12 червеня 1990 года приняли декларацию об ее державном суверенитете. У многих российских городах с этой нагоды пройшли святочные шесть и фестивали, костюмированные выступления. Святочные мероприемства ладилися и у белорусских областных центрах. Об тем, как у расшистости проходили у Гомеля, расскажет Марина Джалая. Сегодня в российском центре науки и культуры у Гомеля собрались и госсабры и партнеры, как повиншовать со святом и вызначить дальнейшие перспективы плённого супрацовнества. У леку гостей – представники УЛАД, сферы культуры, духовенства, навыковцы. Кины узгадывают суместно реализованные проекты и выказывают упылненностью тем, что их в перспективе будет еще больше. Наши молодежные активисты по линии Белорусского республиканского союза молодежи, по линии профсоюзных организаций неоднократно проходили стажировку от Москвы, в Санкт-Петербурге, в других российских городах в рамках вот этого сотрудничества. Раз супрацовнества, многие годы реализуя проекты, накераванные на умоцовании международных совязев, тесное супрацовнество у гуманитарной сферы и формирование позитивного имиджа России за мяжой. Рыжи такие ведомства зараза иснуют у 80 краинах свету. У ближайших планах отделения российского центра науки и культуры у Гомеля наладить обменные театральные гастроли помеж белорусскими и российскими регионами. Я бы хотел, если это получится, чтобы были перекрестные года культуры. Я объясняю, что это можно делать одновременно. Предположим, там 2-3 белорусских театра выезжают в Россию, 2-3 российских театра приезжают в Беларусь. И чтобы они захватили не только город Минск, а даже в Стологорске побывали. Вот это будут везде дворцы большие, хорошие, где давно не слышали и не видели того, что сегодня происходит с культурой у нас. Головное, как в основе каждой суместной справы находились добрые намеры и память об том, что народы Беларуси и России – одна не только история и географичное суседство, а и религия, агульность духовного развития. В начале 90-х годов давал интервью, и я сказал, что какие бы политические процессы ни проходили, какие бы границы ни устанавливали, но дух православия объединяет нас всех. И тем более Россия, Беларусь, Украина, как бы сегодня что бы ни происходило, но мы единый народ, мы имеем единые корни, и имеем единую религию, православие, на котором созрежется весь духовный мир. Поэтому сегодня, что хочется пожелать России процветания и добрых, хороших наших отношений Беларуси, России и Украины. Марина Джалая, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Гомельская областная нотариальная палата стала инициатором проведения круглого стола с представниками сродков массовой информации. Журналистов запросили обмерковать питание суместного выхования у громадян, поважливых относен до закона. У делу посяжений приняли и наши корреспонденты. У новый будинок нотариальная контора центрального района Гомеля переехала усягой некальки месяцев тому. Кажут, что тут больше тульно и зручно, як для нотариусов, так и для наведывальников. Сюня нема напылна ни одного полнолетнего жихара региона, який б хоть раз не звяртауся до юристов. Причым, что отыжится гомельская нотариальная округа, то тут часто практикуются навод бесплатные консультации. Сюня на тару, саправды, вельми запотребованная профессия. У нас в прошлом году было почти 200 тысяч действий. Если представить, что хотя бы по одному придет, это уже 200 тысяч посетило. А если учесть, что это в основном многостороннее обращение, то достаточно много. В день бывает нет никого, а на следующий день 20 человек приходит. Это же все зависит от того, как люди свое время организуют. Но вообще в среднем 100 действий в месяц делает каждый нотариус. Круглый стол на триятой СМИ все лето проводится в другой раз. Хоть на практице с журналистами нотариусы гомельской округи супрацовничают уже шмат годов. За этот час, кажутся, были взаимные непоразумения и необъективные публикации. Но теперь конфликты уже никогда не возникают. В реште и у нотариусов, и у журналистов одна задача. Выховывать поважливые относены до закону. Мета досягается тем больше поспехово, коли за справу берутся профессионалы, які навод об самым серьезным могут рассказать цикавая и захопляющая. Мы усе деничаем у интереса громадства. С этим стяжением никто не спрашается. Никогда никаких проблем не было. Мы работаем регулярно на протяжении долгих лет с нашими издательствами. Поэтому мы всегда им благодарны за своевременность наших публикаций и всегда рады тоже им помочь в профессиональной деятельности. Олег Синцеров, Настасья Кучинская, Елген Макеенко. Отель радиокомпания «Гомель». У Шарниха-Визарас проходит международный форум, мясцовые музеи, новые формы и инновации. На им плануется распрацовать трансграничный туристичный маршрут, який будет объединять широк музеев Гомельской и Черниговской областей. Сам форум проходит в рамках проекта от партнерства мясцовых музеев до широкого трансграничного культурного супрацовництва. Прыкладно так гучить и мета-сустречи. Больше тесно связать культуру соседних регионов, не глядя на их территориальное находжение в разных краинах. На думку координаторов проекта, это допоможа музеям Гомельщины и Черниговщины выйти на новый уровень работы, вполне раскрыть свой потенциал, умоцовать свою роль как мясцовых культурных центров. Музейный маршрут распрацуют белорусские и украинские специалисты. По планах он будет проходить по территории Подняпроя. В метах показать натуральное единство и культурную разностаенность этого региона. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете, по адресе, www.tvrgomil.by. Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. Я же за вами развитываюся. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Добрый вечер. Три пожара, на которых два человека получили травмы. Неутешительная оперативная информация за прошедшие сутки от сотрудников МЧС Гомельской области. За несколько минут до полуночи спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Чемерисы Брагинского района. Водитель аварийно-спасательной части номер один городского поселка Лоев, Денис Митсуля, вместе со своим другом, старшим инспектором пограничной заставы Комарин, оказались на месте пожара. Проникнув внутрь дома, они обнаружили хозяина помещения в бессознательном состоянии, вынесли его на чистый воздух, привели в чувство и передали работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми мужчину госпитализировали. Когда через несколько минут к месту ЧП прибыли спасатели, горела кровля дома. Пожар был ликвидирован, но огонь уничтожил крышу и стены. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной версии, по той же причине на пожаре и два не погибы житель Хойников. Сообщение о пожаре жилого дома поздно вечером поступило спасателям районного подразделения МЧС. По прибытии подразделений к месту вызова наблюдалось задымление внутри деревянного дома. Спасатели потушили пожар. В результате ЧП сгорело имущество в доме. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы спасателями на веранде был обнаружен в сознании хозяин домовладения – пенсионер 1951 года рождения, который при помощи маски для спасаемого был выведен на чистый воздух и передан работникам скорой медицинской помощи. Накануне в Гомеле в результате ДТП 52-летняя женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Инцидент произошел на территории прилегающей к проезжей части проспекта Речицкий. 44-летний водитель автомобиля BMW X5, двигаясь задним ходом, при выезде на местный проезд проспекта совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-2705 под управлением 39-летнего водителя. Женщина-пассажир последней легковушки в результате ДТП получила повреждение и была направлена в больницу для оказания медицинской помощи. За прошедшие сутки на территории Гомельской области сотрудниками ГОСТ-автоинспекции было выявлено 807 нарушений правил дорожного движения. Также на территории Гомельской области за сутки совершено 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек получил ранение. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Жлобине отгремели баталии спартакиады союзного государства среди детей и юношества. На протяжении четырех дней сильнейших определяли в волейболе, мини-футболе и легкой атлетике. В спартакиаде приняло участие около 200 студентов из 21 вуза Беларуси и России. По итогам завершившихся соревнований призовые места распределились следующим образом. В волейболе весь пьедестал заняли исключительно представители белорусских вузов. Третье место у БГУ, второе у студентов Университета физической культуры. А победила команда Гродненского университета имени Янки Купалы. В мини-футболе ситуация кардинально не изменилась. Два призовых места также у белорусов. Бронз завоевал Гродненский аграрный университет, а золото – БНТУ. Учащиеся Академии народного хозяйства и Государственной службе при президенте Российской Федерации в этом виде стали вторыми. В легкой атлетике вновь сильнее были белорусы. Витебский технический университет и Брестский университет имени Пушкина расположились на второй и третьей позиции итогового протокола. А победили представители университета физической культуры. В Молодечно завершилась универсиада по пляжному волейболу, в которой приняли участие и игроки гомельской команды «Надежда». Всего в турнире приняло участие 25 коллективов со всех регионов Беларуси. По итогам выступления седьмое место у Анны Антасюк в паре с Марией Жирносек. Правда, без наград гомельчанки все равно не остались. Другие представительницы нашей команды – Евгения Французова и Елизавета Чабай – смогли завоевать бронзовые медали универсиады 2018 по пляжному волейболу. А в Гомеле стартовали областные Олимпийские дни молодежи по пляжному волейболу среди девушек. Возраст участник – 16-17 лет. Всего турнир собрал 12 команд. Баталии проходят на песчаных площадках стадиона «Луч». По итогам областных соревнований две лучшие команды представят наш регион на республиканских стартах в Молодечно в конце июня. Накануне стартовал 11-й тур чемпионата страны по футболу в высшей лиге. Сыграны два матча. Смолевичи дома обыграли Городею 2-0, а «Луч» уступил Неману 1-2. Завершится 11-й тур завтра. Футбольный клуб «Гомель» ожидает серьезнейшее испытание – выезд на Борисов арену, где предстоит столкнуться с Батте, чемпионом последних лет и лидером турнирной таблицы на данный момент. «Гомель» пока с семью очками находится в зоне вылета. Игру обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Лобоцевичем. Начало в 18.45. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь-5». На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Первое Первое Субтитры создавал DimaTorzok